друзья честно скажу не слушал ролик так кусочками выхватил услышал голос нашего постоянного автора подписчика заранее ему спасибо думаю что будет интересно давайте послушаем как человек нагибает через коленку якобы умного сотрудника из розгострах банка или там коллектора давайте внимание слушаем а вот здравствуйте да вот к нам с отдела заскания сейчас я найду документ вот на дело заскания к нам поступило 1 2 3 4 4 письма касаемо проблем вашей да вот там кредитная карта кредитная карта нет розгострах банки у меня не кредитная карта кредит да да а что там происходит может объяснить мы понимаете стране экономический кризис семьдесят восемь процентов россиян ощутили на себе кризис в смысле декущее положение в стране к нашему договору в принципе отношения какого не имеет в смысле а это имеет непосредственно данные отношения нет кризиса ну молодцы страна-то вообще лучше путина что брали кредит давайте более конкретно что вот происходит конкретно денег нет работаете нет нет не работаем занимаетесь ищу работу давно давно нет не стою мы оформим на пятницу к вам сотрудников комиссии там три человека вы как вы живете чем дышите там уже вместе будем решать что мы по согласно регламенту цб не имеем право больше 120 дней держать ваш кредит обязанно меры принять обеспечить вас тоже не можем все то время кредит не обеспечиваете как-то почему почему не можете от розгострах банк вполне может пару миллионов рублей мне на цепь смотрите фсс 230 статья 11 гражданская права и ответственность кредитора и лица действующего от его имени и или его интересах кредитор и лицо действующие от его имени и над не надо мне читать вы не просто явление дайте четко понять да сейчас вы платить собирать или не учитывать какие-то непонятные статьи какие-то непонятные статьи федерального закона не нужно учитывать не понимаете в банковском деле не черта грубо говоря не нужно учитывать и кстати говорить давайте делаем так на 5 наберем мы наберемся в пятницу телефонный переговор я слушал сразу говорю слушал не один девочки он нам больше вообще в youtube выкладывали я при встрече разрешил вам снимать вообще на камеру либо не давай встречаться там смысла нет у вас она там юрист есть стараться женщина если не встречались не общались с каким юристом стараться юристом наши женщины не знаю может быть я всех не запоминаю дело женщина-то она хорошая но женщина общаться также будет там свои вычиски говорить которые сейчас наши деньги должны деньги должны вернуть по закону не по закону нам как бы вы четко понимаете что здесь съехать грубо говоря вычиски на вашу не получится если накосячили штрафа да там вы сами накосячили банк это выбирайте выражение выбирать выражение принципиально сделаю так что вы приедете в зубах эти деньги не принесете это первое второе передайте привет жителям ютуба до штрафами со штрафами мы разберемся если вас штрафа смущает проблем нет но в штрафах вы виноваты вы не платили основной долг основной долг мы с вас ищем уже ищем в ближайшие дни да неужели через суд но в суд вперед обращайтесь в суд будем общаться с теми кто будет дома если вы считаете что вы здесь самые умные и вам позволительно так общаться я не сотрудник взыскание я такие действия пресекает или дома по нужде 근�ас когда понимаете kim то вообще зал м bic я но их решили я вам вот attacking leading вы похоже сами не понимаете что вы совершаете вы угрозница во-первых вы угрожаете во первых я вам не угрожают а первых угрожают перезаписывать слушайте меня внимательно сейчас может перезаписывает несколько раз во вторых я обещаю будем общаться личный вот эти вот ваши выскочки и не будем мы личноrarмиие причем Да, я вам говорю, будем. Не будем. Еще дальше. Ну, приедете, на дверь посмотрите. Приедете, на дверь посмотрите. Вы просто знаете что, у нас, я вызываю, если вы в Москве были, я вызываю лично в кабинет. И знаете, просто на будущее говорю, молодой человек, нормальный, уважающийся человек так себя не ведет. Это раз. Потому что он понимает, что когда сотрудники приезжают, или когда он приезжает, придется глаз на глаз по-другому разговаривать. Потому что 99% тех, которые приезжают, они разговаривают по-другому. А те, кто за телефонной трубкой прячется и строит у себя Супермена, конечно, они разговаривают так, как вы. И вот я вам докажу, что когда сотрудники приедут, вы будете разговаривать по-другому. Я не буду с ним разговаривать. Увидимся в суде. В суде увидимся. Все, ребята. Теперь только через суд. Я вам говорю, условия ставите не вы. И в пятницу, в пятницу я вам это докажу. Будем общаться через суд. Все, удачи. Я решаю, как будем общаться с вы. Нет. Вы здесь должник. Не надо нам... Короче, готовьте 2 миллиона рублей, Росгустрахбанк. Готовьте. 2 миллиона рублей. Давайте так. Готовьтесь вы дома сидите и ожидаете. 2 миллиона рублей. Гражданская правая ответственность, кредитора. Наступит. Наступит. 15 марта в Саратов. Может, я и я к вам заеду. Так что вы там пока готовьтесь, не унывайтесь. Гражданская правая ответственность, Росгустрахбанк. Алло. Гражданская правая ответственность. Я, понимаете, я работаю 10 лет. Из них 7 лет я работаю в банке. 3 года работал в органах. Да, когда вы увольнялся. Волее, ну правда. Я знаю, что я говорю. Я разговариваю в день. Лично где-то человек 15 ко мне приходит. По телефону человек 30, наверное. Я знаю, что я говорю. Я за каждое слово свое отвечу. А если вы что-то там угрожаете, что вам угрожают, я вам говорю. Лично, лично. Я приеду с документами. Будем общаться. Все разговариваю. Но самое главное... Через геройста, через адвоката, в суде. Я буду разговаривать за... Самое главное, чтобы вы так же разговаривали, как сейчас по телефону разговариваете. В суде увидимся. Сколько вам лет? Ну, у вас же есть анкета. 19-го года, да, по-моему. Я уже закрыл вашу анкету. Ну, давайте так. Наберусь мобильного. Будем общаться лично. Все, удачи вам. В суде увидимся. Друзья, вот как и обещал. На самом деле получили удовольствие, да. От очередного общения с упырем. Самым натуральным. Чувствуете по голосу? Ну, а я вам от своего имени скажу. Поверьте, с банками я общаюсь уже очень давно. И не раз бывал в кабинетах, как он говорит, в кабинет к нему приходит. А я вот бывал в кабинетах вот этих безопасников. Даже самый старший безопасник, даже в самом каком-нибудь крутом банке, сидит в коморке, в цокольном этаже. И чтобы ему поставили конденционер, ходит и умаляет какого-нибудь руководителя отдела, сопляка 25-летнего. Вот, это раз. Во-вторых, вот этот тип, никакой не начальник, а просто рядовой звонилка. Делать нехер, извините за выражение, начальнику, звонить обычному клиенту банка и что-то там у него пытаться получить. Конечно, сделал голос он, скажем так, блин, не хочется ему комплименты раздавать, но так уж и быть, профессионально строго. Повел и уж, конечно же, человек неподготовленный схалал бы этот поролон, как та корюшка, и заглотил бы эту наживку, будь здоров, и испугался. Вот эти вот фразы, давайте, сейчас мы с вами там по группу, вот это, понимаете? Ну, такой изобретательный звонилка, изобретательный, еще и с артистическими способностями. Ну, понятное дело, что вот с 15 марта на сегодняшний день, а сегодня у нас 23 мая прошло время, и я вижу, что от этого автора у нас есть еще ролики. Ну, просто у нас существует некая очередь, да, чтобы никого не обидеть, мы выкладываем постепенно. Да и поверьте, мне бы уже наверняка автор со мной связался бы и задал бы вопрос, если бы что-то случилось там, на самом деле, серьезное. Вот такие вот они взыскатели, даже вот, скажем так, хитрые. Хитрые, причем еще говорю, с артистическими способностями. Но если вы на самом деле хотите с ними разобраться раз и навсегда, с этими вот упырями, да, у которых само мнение выше крыши, это только по закону, поверьте. А с ними по-другому не получится. Нужно просто их посылать, игнор полный, и действовать строго законными методами. Как? Можете узнать. Посмотрите ссылочку на наш сайт. На сайте выложено видео. Алгоритм работы кредитных юристов компании Алям. Пускай он там хоть корону на себя нацепит, хоть где он там работал, хоть три года, хоть сто три года он в органах работал. Мы с такими разбираемся легко и просто. У нас сто процентов законные методы. И, естественно, их не слышно, не видно. Вот этих вот бла-бла-бла крутых взыскателей, начальников отдела службы безопасности. Вот. Ну и, кстати говоря, также ссылочка наша появится вот сейчас, прямо она в правом верхнем углу. Появилась в виде подсказки. На нее нажимаете, вот она. И попадаете на наш сайт. Ну а вам я желаю здоровья. Подписывайтесь на наш канал. В группу вступайте ВКонтакте. Ссылка на группу в описании этого ролика. Ну и, конечно же, поделитесь в соцсетях этим роликом, другим. Пускай как можно больше людей узнает о нашей деятельности и перестает бояться. И вот таких вот упырей, чтобы у них все меньше и меньше было шансов на таком вот варианте получать свои бессовестные деньги. С вами был Кузнецов Дмитрий, Центр юридической защиты, компания Аля. До свидания, друзья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова